Интересует прибыльный пассивный заработок? Вложить 1000 долларов один раз и получать стабильный доход в 100 долларов ежемесячно на зарядке автомобилей. Теперь это возможно! Начните умножать свои деньги вместе с Auto Enterprise. Ведь только мы установим, настроим и сделаем вашу зарядную станцию настоящим источником чистого дохода. Сразу после установки вашу станцию увидят все владельцы электрокаров. Смотрите детали на сайте и заказывайте первую зарядную станцию прямо сейчас! Подъехал под меня автомобиль напротив видео, сейчас мы вам предоставим пункт правый 19.1. Доброе, я подчекаю. Пане водитель... Так... Если я не могу, то почему вы не остановились с порушением правого дорожного рука? Потому что именно при остановке управления полиции вы должны стать без порушений правого дорожного рука. А что я порушил сейчас? Вы стоите на перекрытии. Ну, тогда я... Тогда я... Тогда я проеду... По-перше, по-друге, вы не вымкнули аварийку. Сейчас вы вымкнули, хорошо? Пане инспектор, я могу ехать? Нет, нет. Почему? А чего мы ждем? Ну, сейчас доказы вам будут надаваться. Какие не доказы? Так? Так, надавайте мне. Ну, сейчас скачиваем видео с регистратора. А что это сейчас? Что? Что такое сейчас? Сколько это сейчас? Сколько это сейчас? Сколько это нужно для скачивания, сколько это займет. Ну, ладно. Ну, что, я же не могу ждать вечно, правильно? Что это? А что они догнать не могут? Ну, они не очень хотят. Это знаешь, что называется? Не догоню, так хоть согреюсь. Мне просто надоело ждать. Сколько можно ждать? Вот, подперли. Я никуда не уехал? Угу. Я вас слухаю. Вам встал? Так, добре. Ну, я не могу ждать на разе всю ночь. Я понимаю, что сейчас можно ждать. Ну, так от... Может, у вас на ближний светлофор? На вещь, я стою. Ну, что? Вон не выйдет. Так я стою. На вещь у меня вмыкать. Так аварийный случай. Ну, как говорили на соцсетях без связных сельчиках. Сколько я должен ждать на это видео? На вещь. На вещь. Для того, чтобы я порекоменулся, что мы вас просим. Что? Что? Есть такая потребность в пункте правил? Нет. Мы вас остановили в связи с щепью. Ну, тогда давайте я пострибаю на месте. Да, пострибуйте, если вы хотите. Нет. Мне не хочется спілкувать все же. Я могу ехать или нет? Нет. Не могу. Что это такое сейчас? Сколько это времени? Вы двигались без связных сельчиках на ближний светлофор. Можете посмотреть? Сейчас ближний светлофор. Если оно работает, то где-то светлофор. Я могу ехать? Я сейчас порушил? Или нет? Да. Вы два раза уже порушили. Мы сельчиках делились. Вы порушили правил 2-9. Особенно, если вы были аварийной сигнализацией, после аспекта пресс-пектакля. Сколько это денег? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Это порушение. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это денег я должен сплатить в государственный бюджет? Сколько? Ну, если мы вынесем вам по дороге, то все за вас. Так вы будете выносить или нет? Сколько ждать на это? Давайте сначала, для кого я выносить. Если что, уже не так. Что вы хотите увидеть? Я хочу увидеть, что у вас делает ближний свет. Я хочу увидеть, как вы стираете. Вы можете постирать, инспектор? Хорошо. Давайте, пожалуйста, познакомимся, по дороге. Я хочу увидеть посвящение водителя, то вы регистрацию транспорта на вас, и выезды через свои строки. Хорошо. Но сейчас я хочу увидеть свое порушение. Сколько это ждать? У меня нет времени ждать. Сколько я должен ждать? Я же вам сказал, за правом крушения, давайте поговорим про то, что вы не выкнули аварийно все транспорта. То есть вы меня запунили, потом вы нашли порушение, но сейчас я маю вам... Ну, вы же не хотите включить ближний свет, чтобы я показал, что вы все сделали. Но вы же не хотите постирать так же. Хлопцы, я очень поспешаю. Я могу ехать? Нет. Я тоже не слушаю. Что это, айфон? Судит, дай ты минут подавиться. Я хотел пустить степень, где идите в дом. Я вам руки не удачу. К чему? Может, это моя особая история. А навещу вы мне показываете свою особистую речь? Я вам показываю. Мы всеми присядем, подавимся в реестр. Вашего нет. Айфон? Очень хороший. Что я мог бы видеть? Там что или нет, или нет? У вас транспорный засоб. Он вырухался. Нам нужно. Подивиться еще раз. Ты скажите мне, який номер этого засоба? А мы на экране подавим. Ну, тогда можете побачить на великом экране? Там уже встречные пары. Доброе. Скажите мне, який там номер автивки? Я вам не скажу, но скажет экипаж, который двигается за вами. Нет. Сейчас вы подавитесь в видео. Скажите мне, який там номер? Фактический запись. Можно... Что можно? Заставить из двух регистраторов. Доброе. Я почекаю. Заставляйте из двух регистраторов видео. Иди сюда. Доброе, ребята, у вас есть видео или нет? Если нет видео, я поеду. Если нет, то есть. Что происходит с инспекторами полиции, когда они замечают, что их снимают на видео? Они становятся сразу учтивыми, они вспоминают про закон, они вспоминают, как надо действовать. Проходит небольшое совещание, которое периодически прерывается звонками руководства, для того, чтобы посоветоваться, попросить помощь зала, а после этого будет какая-нибудь дебильная отмазка, что они спешат на вызов, или что они мне сделают какие-то папа-рэйджиня, или что они не зафиксировали жодного порушения, ну, как обычно, уберутся в освоясь. Так обычно происходит. Посмотрим. Сколько сейчас у меня отрывает, хлопцы? Откуда я знал? Откуда я знал? Что вы знали? Не, не, ну это не к вам вопрос. Откуда я это знал? Я вам скажу, пан Водим, мы передали вас видео, на видео не видно ваших... С двух видеорегистраторов? С двух видеорегистраторов? Как вас зовут? Я представлялся, перевозный Денис Сергеевич. Денис Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну, если вы ехали сзади, каким макаром вы могли зафиксировать то, что мне не горят фары? Вот я хочу просто понять. Не перебивайте, я закончу, это первое. Второе. Ну, вот вы забрали мое время, тупились здесь двумя экипажами. Ради чего? Ради того, чтобы что? Чтобы сказать, что у вас нет ничего, что я и так знал, потому что быть ничего не может. Или что? Ну, скажите, когда вы научитесь нормально работать, ну, почему вы такие идиоты? Ну, вас же брали нормальных на службу. Ну, вас брали же нормальных, квалифицированных. Пытались научить чему-то, ну, почему вы такие? Ну, почему? У вас машина была тоже нормальная. В смысле у меня машина была нормальная? Ну, я как вы ездили, там была лучше у вас машина. Не могу понять, а чем вам мое Мазда не нравится? Пан Водим, я вам сказал, вы можете у меня ухажить. Не, подождите секундочку, тогда я вас прошу, у вас когда-то тоже были Приусы небитые, почему они все побитые? У вас что, руки и задницы, вы не можете нормально на машинах ездить? Почему вы побили все машины? Мы же выдавали вам новые машины. Как это не до вас? Вы инспектор полиции? Вы получили этот Приус, вы за него отвечаете. Почему он в таком состоянии, почему он такой грязный? У вас пересменка была недавно, почему он не помытый? Ну, у меня к вам вопрос, что он за час так испачкался? Вот вы мне говорите, машина у меня не на дны дужи. А у вас она дужи. Так вы представитель власти. Вы представитель власти, у вас машина должна выглядеть нормально. Какая такая? За час она так испортилась? Вы когда заступили на службу? Вы же просто ездите, а мы пройти. Я вижу, как вы, вот скажите, вы сейчас убили полчаса времени налогоплательщика. Что вы добились? Кто больше не затримывает, пан Водим, мы обмежу вас с ним за уважением. Я вас буду затримывать, потому что... Каким за уважением? Чего за уважением? Ну, я сказал, пан Водим, мы передвигаемся в видео, не видно, что то ваш был... Тогда за что вы мне делаете за уважение? За что? Это, чтобы вы включили ближний свет фар. Я не включил ближний свет фар? Я этого не сделал? Я вам сказал, пан Водим. Где это видно? Я сказал, пан Водим, кто такой вы? Ну, кто такой вы? Видеофиксацию будьте, покажите мне. Вы меня обвинили в правонарушении. Вы меня обвинили в правонарушении. Что вы показали? Тогда постановление вынесите. По постановлению можете вынести? Мы можем. Почему? Хорошо, я напишу, что я ехал без света. Вынесите постановление? Вам? Да. Я напишу, что я двигался без света. А почему нет? Вы меня спросили, я сказал, да. Вот свидетеля хотите, впишите. Вы вынесете постановление? Если свидетель, я с вами ехал, я напишу пояснение. То есть я еще должен поторговаться для того, чтобы выполнить свою работу, да? Нет, просто вы сами не можете на себя набирать. С чего вдруг? Да я могу согласиться с нарушением, и вы на основании моего согласия и не отрицания выпишите постановление. Что значит, против себя я не могу свечать? Вы меня запытали, я вам сказал, так, вы взяли и выписали постановление. Вы вообще сколько в полиции работаете? Вы примерно представляете вообще смысл работы в полиции? Вот, например, ваш коллега делает мне предупреждение за нарушение, которое он не может... За уважение, да, мне. За то нарушение, которое он не может доказать. Как так? Ну, фактично бачил, але довести до... Что такое фактично? У нас есть такое понятие, как фактично бачил. Хорошо, я видел факт... Я лично видел, как вы насиловали собаку на заправке. Нет. Как это нет? Я вам делаю предупреждение. Больше не надо трахать собак на заправке. Я это видел, это нормально? Ну, от чего вы улыбаетесь? Ну, я видел реально вас, как вы взяли на заправке ока и начали трахать собаку. Пожалуйста, будьте любезны. У нас животные защищены законом в том числе. Не делайте этого больше. Я вам делаю предупреждение. Хорошо? Вы тоже, пожалуйста, крупный рогатый скот, не приставайте к нему. То, что я видел вчера с вашим участием, мне не понравилось. Нормально так? Мне нормально. Я вам просто привел пример. То же самое. Ну, пример такой, да? То есть, вы меня остановили, потратили мое время, довести на нарушение вы не можете. Поэтому вы меня, как нарушителя, предупреждаете и отпускаете. Большое вам, ребята, спасибо. Вот это честь для меня. Честь. Два патруля меня отпустили за то, что они не смогли доказать. Вы меня в машину приглашали, пойдемте. Подождите, вы до этого приглашали меня посмотреть мое нарушение в машине. На видеорегистраторе. Разве нет? Я вас побываю, что у вас не будет. Ну, хорошо, что мне мешает сесть у вас в машине и написать заявление. Ничего, идемте. Дадите листик, ручку, я вам дам. Я к вас справа идуть. Все добре? Добре, у вас. Добре. Так, себе, я сейчас, наверное, думал, что в Кировограде полиция лучше работает. Пока вас не застрел, было добре. А что вы так? Не знаю, я, в принципе, ваши видосики дивился. И что? Ну, так вы теперь посмотрите с своим участием, разве это плохо? Не, не хочу, я дивиться. А что? Ну, почитайте комментарии. Я и так бачу эти комментарии. Напишите от себя, что было неправильно с моей стороны. Ниже напишите, я инспектор полиции, который остановил, видел это, это. Напишите все как есть. Люди вам напишут ответ. Ага. Чего? Ну, так вы, конечно, в итоге работаете для народа. Правильно? Да, такие слюды. Если вам не сложно, пожалуйста, примите это от меня. Хорошего вам дня. Можете зачитать. Хорошей среды, ребят. Хорошей среды, ребят.